Всем привет, меня зовут Кузель, и я уже, можно сказать, официально перешла на пятый курс, и в этом видео я хочу рассказать отличия школы от университета. Отношение к курению. Я помню, у нас на препедевтике мы должны были делать программу, и преподаватель спрашивает, есть ли среди вас те, кто курит? Ну, просто смысл был в том, как бы сделать программу того человека, кто курит и кто не курит. На самом деле, по-моему, там не было прям сильных отличий, потому что, понятно, молодые студенты, это не те, которые курят там 15 лет, и это просто к тому, что вот такое бы в школе не спросили, но если бы учитель спросил, кто из вас курит, никто бы не признался, потому что, понятное дело, что это плохо, скорее всего, учитель будет ругать, в университете, ну да, преподатель, конечно, скажет, что курение это плохо и так далее, но прям отчитывать вас никто за это не будет, ну и есть преподатель, который сами тоже курит. На вопрос, что курит, по-моему, только два человека подняли руки, нам сказали, что когда они задавали тот же самый вопрос студентам лет 10 и более назад, был просто лес рук, но сейчас тенденция такая, что у большинства молодых людей уже не курят сигареты. Следующий пункт, еда, мой любимый пункт, на самом деле, я не знаю, конечно, как у вас в школе, но у меня в школе была только одна столовая, и там было небольшое разнообразие еды, у нас в университете, например, большее количество разнообразия еды, то есть вы можете пойти в столовую и, например, нормально покушать горячее, суп первое, второе, но также есть, так скажем, пиццерины, ну то есть там можно купить пиццу или какие-нибудь там тортики, чизкейк, маффины или что-нибудь такое. Есть еще шаурмичное, это моя любовь, точнее была моей любовью, пока, по-моему, там не поменялся повар или что там случилось, я не знаю, но однажды мне дали несвежую курицу, я должна была об этом пожаловаться, потому что я очень сильно расстроилась. И также есть типа киоски, где можно купить какую-нибудь выпечку, какой-нибудь салат, там чай, кофе, что-то для быстрого перекуса, и стоят по университету вендинговые автоматы, где там можно купить, я знаю, чипсы, сникеры с шоколадки, воду и тому подобное, тоже для быстрого перекуса. А теперь вернемся снова к учебе. Следующее отличие, в школе было легче, чем в университете, по моему мнению, потому что я думаю, что когда мы придем на первый курс, нам не будут давать домашнюю работу особо много, я думаю, все будут понимать, что мы только пришли со школы и будут как-то с нами, так скажем, ласково-нежно обращаться, но на самом деле нет, уже на первых занятиях вам дают просто кучу домашки, кучу информации, типа вот все, сиди и разбирайся, учись, на следующем занятии опрос, готовьтесь, будет контрольный и так далее. Вообще, в целом, мне кажется, в школе было достаточно того, что ты делаешь просто домашние задания и то, что тебе задают, как бы говорят, вот выучи стих, ты и учишь, приходишь, рассказываешь, получаешь там свою пятерку и уходишь. А в университете, мне кажется, это очевидно, что ты делаешь домашнюю работу и что ты готовишься, и этого недостаточно. Если ты хочешь прям хорошую, высокую оценку, то ты должен выучить все просто идеально, но когда у тебя огромное количество информации, промимо этого предмета есть еще куча других предметов, выводить все это гораздо тяжелее. Но опять-таки везде по-разному, некоторые скажут, что у них в универе суперлегко и они кайфуют от жизни, но у меня такого не было. Следующая проверка на плагиат. В школе, например, мы тоже делали какие-то доклады, рефераты, но как-то скопировать, ставить из википедии, учителя не проверяют на антиплагиат, а в университете нам, например, говорили, что ребята, мы будем вот проверять и смотреть. Мы очень мало писали каких-то рефератов, именно докладов, даже курсовую не писали, но это все зависит от специальности. У вас может быть такая специальность, что вы там все время, все время пишите какие-то доклады. Нет проверки тетради, как в школе. Могут быть проверки только если вы пишете, например, какую-то контрольную работу, но эту контрольную работу можно писать, например, и на бумажке, но если нельзя на бумажке, то вы заведете отдельную тетрадь, но это все равно редкое явление. Вообще, если вы не хотите, как бы вы можете вообще ничего не писать, но это будет странно, скорее всего, все равно что-то будете, да, записывать. Ваша тетрадь, это ваша тетрадь, никто вам в ее лезть не будет открывать, проверять. Валя, покажи, что же ты там написал. Нельзя найти решение в интернете и нет решебников. Не по всем предметам, но по многим, потому что кафедры сами придумывают вот эти задания для контрольных и так далее. Ты можешь их гуглить сколько угодно, но, скорее всего, их не будет и придется решать самому. Обучение по полугодиям. Где мои четыре четверти и каникулы после каждой четверти? Почему мы учимся полгода, потом у тебя сессия, и потом у тебя две недели экзаменов зимой, а потом ты снова полгода учишься, а потом еще сессия, а потом снова еще практика, и вот у тебя остается месяц-полтора только отдыха. Да, вот это, мне кажется, было круто, что в школе ты учишься по четвертям, и у вас больше каникул. Это очень важно. Ну и наличие экзаменов после каждого семестра. Период сессии это тяжело, потому что нужно готовиться, нужно все учить, ты еще переживаешь, сдашь ты, не сдашь и так далее. Чтобы вас успокоить, я скажу, что это все-таки не ЕГЭ. Я очень рада, что я сдала ЕГЭ четыре года назад, я надеюсь, что больше никогда его сдавать не буду. Но все равно сессия это стрессовая ситуация, и ЕГЭ вы сдаете, можно сказать, один раз в жизни, может быть и не один, у кого как, но сессию вы сдаете каждые полгода. И вот даже спустя четыре года, можно сказать, что я уже дала не одну сессию, все равно на каждой сессии ты испытываешь какой-то стресс. Не найдется студента, который скажет, что он любит вот этот период, любит сдавать экзамены. Нет, никто этого не любит. Наличие профильных и непрофильных дисциплин. Самое крутое, наверное, в университете то, что все-таки вы выбрали, если какую-то специальность, то у вас будут интересные для вас предметы. Хотя не всегда. В школе у вас у всех одни и те же стандартизированные уроки, например, там, история, математика, русский, общество, химия, физика и так далее. А в университете у вас будет что-то более узкое. Также эти предметы идут циклами, то есть нет такого, что вы как с пятого по одиннадцатый класс изучаете историю, и все. Тут, например, один предмет у вас идет два семестра, то есть вы один год его проходите, или четыре семестра, то есть вы два года его проходите, а может три семестра, полтора года. Ну и в конце, как правило, это все оканчивается экзаменом. Ну и, конечно же, есть непрофильные предметы. Ну это, так скажем, для общего развития, потому что как же нам без философии? Должны бы все знать философию. Но, как правило, на таких предметах к вам все равно будут относиться более лояльно, хотя тоже сильно зависит от преподавателя. Следующее наличие практики. Это, наверное, самая интересная часть. В зависимости от того, на кого вы учитесь, скорее всего, у вас будет так или иначе какая-то практика, это интересно сходить куда-нибудь вне стен вашего университета, но также практика бывает очень скучной, неинтересной, и ты думаешь, зачем же мы это проходим, но иногда она бывает, правда, веселой и полезной. Я что могу сказать, практики все равно не хватает. Мы получаем больше теории, а навыков каких-то приобретаем мало. Ну и чтобы завершить это все на такой хорошей ноте, я скажу, что все-таки университет — это люди по интересам, все равно будете объединены какими-то общими увлечениями. Скорее всего, вы найдете себе новое знакомство, друзей, но тоже зависит от человека. Если вы не особо общительный, возможно, вы никого себе и не найдете. Ладно, на этом все. Напишите в комментариях, какие лично вы видите отличия университета от школы, то, что не назвала я, или как у вас в университете. Спасибо за просмотр. Пока!